Гематомы, синяки и ссадины. Так для Красноярки закончилась поездка в такси. Водитель несколько раз ударил женщину, а после выкинул из машины посреди дороги. Новостям 7 канала удалось найти самого таксиста. Его версия кардинально отличается. Что вызвало конфликт, сегодня разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Вот на этом самом месте он остановил машину, вытолкнул меня из салона и ударил, что я упала. И вот итог на лицо. Так для Елены Тютюник закончилась поездка в такси. Женщина всего год живет в Красноярске и с таким агрессивным водителем столкнулась впервые. Конфликт произошел накануне утром, когда Елена возвращалась с ночной смены. Она трудится в автомойке. Говорит, работает близко и могла бы и пешком дойти. Но из-за тяжелых сумок решила воспользоваться услугами такси. Елена рассказывает, ей не понравилось, что водитель включил режим ожидания, даже не доехав до места назначения. Сделала замечание. Уже в машине конфликт разгорелся еще сильнее. Если нужно по приезду поставить ожидания, значит вы включайте. Вот именно таким тоном я с ним разговаривала. Ну и еще, конечно, я ему сказала, что позвоню в Яндекс в поддержку, обязательно скажу, каким тоном он разговаривает с клиентами. На что он остановил машину в безлюдном телевизорном переулке и сказал мне выходить. Естественно, я тоже не белый пушистый зайчик. Конечно, я его послала. После этого в ход и пошли кулаки. По словам женщины, сначала таксист ударил ее в плечо. Когда Елена упала на асфальт, ей прилетело еще дважды. Сначала рукой, а после и ногой. В шоковом состоянии женщина дошла до работы, где вызвала полицию. Пока Елена на смену не выходит. Говорит, лучше потеряет в деньгах, чем покажется на глаза коллегам в таком виде. Да и голова болит. Сегодня мы встретились с самим таксистом. Под видом покупателя его коричневой киарею мы приехали к нему на разговор. Общаться на камеру мужчина не захотел, но в беседе заявил, он не виноват. Якобы пассажирка спровоцировала его грубым поведением. При этом, уверяет таксист, не трогал женщину. А гематомы появились из-за того, что она сама споткнулась и упала на асфальт. Я не знаю, даже сам не помню. Я думаю, ну упала, упала. А зачем ее пинать? Ты посмотри, мне 40 лет. Бить ее не бил. Она мне нафиг не нужна. Бить ее. Был бы еще пацан там, да, могли бы там выйти, там что-то разрулиться. Это не постоянно, да, я подрабатывал. У меня семья, двое детей. Меня сейчас в Яндексе заблокировали из-за того, что она обратилась, то, что я вот себя так повел. То есть она написала заявление в милицию, то, что я избивал ее там, причинял. Хотя такого ничего не было. Кто прав, а кто виноват в этой истории, разберется следствие. Полиция уже начала проверку. Сам мужчина на мировую идти не готов, по крайней мере, пока клиентка первой не извиниться. Насчет работы не расстраивается. Уже нашел новую в других службах такси. Устроиться туда может каждый, у кого есть машина. Не надо даже приезжать в офис. На Ютубе есть десятки инструкций, как это сделать. Скачиваешь приложение, проходишь фотоконтроль, подключаешься к парку и вуаля, можно возить людей. Возможно, именно поэтому и возникают подобные конфликты. Ведь никогда не угадаешь, какой водитель к тебе приедет. Самой Елене после инцидента Яндекс подарил 2000 на следующие заказы. Их она тратит на поездки в полицию и больницу. Хочет, чтобы водитель понес заслуженное наказание. Это поможет ей излечить, если не внешние, то внутренние раны точно. Елисей Савлюк, Илья Сенкевич, 7 канал.